Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях фитнес-тренер Павел Карпачев. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии. Безусловно, режим самоизоляции внес коррективы в жизнь каждой семьи и каждого человека. И можно говорить смело, что прошло полтора месяца, даже чуть больше, и, безусловно, активность людей резко уменьшилась. Вот все-таки как в условиях самоизоляции, как в условиях дома поддерживать физическую форму, не раскисать, не раздаваться в стороны и, в общем-то, заниматься спортом? Пусть не так активно, но, тем не менее, регулярно. Первое, что я услышал от своих клиентов, которых уже не смог тренировать лично, это в том, что работа их была перенесена на дом, они целый день сидят за компьютером и вынуждены выполнять тот же самый объем работы, сидя дома, а не в офисе, перед ноутбуком. И там и устают и глаза, и проблемы сразу с осанкой возникают, потому что, как бы мы ни хотели, как бы нас в школе ни учили, 8 часов подряд правильно сидеть ты не будешь. И очень часто мне говорили о том, что они перерабатывают и, на самом деле, даже больше 8 часов находятся в сидячем положении и подвигаться могут максимум дойти до кухни, налить себе чашку кофе или чашку чая. Мы же не хотим нанести вред своему здоровью, соответственно, значит, нужно что-то делать. И да, в таком случае, когда человек находится в таком положении, о каком даже правильном питании могла бы идти речь. То есть, мы, во-первых, сидим целый день, работаем, во-вторых, сопровождаем это всё, возможно, какими-то сладостями, булочками, бутербродами, то, что можно быстро скушать перед компьютером. То есть, это и утеря двигательной активности, и утеря нормального рациона питания. И здесь может помочь только дисциплина. В каком смысле нужно выстраивать свой рабочий график с учётом новых реалий. То есть, отводить время и на приёмы пищи, и отводить время на тренировки. И это обязательно. Ну, вот мы как раз-таки возвращаемся к традиционному режиму дня. Вот сегодня он важен, как никогда. Как правильно выстроить свой рабочий день в условиях режима самоизоляции? Ну, в первую очередь, всё зависит, на самом деле, от рабочего графика. У всех он разный. И кто-то там с 9 до 6, допустим, работает, у кого-то график более свободный. Но, тем не менее, необходимо, во-первых, проводить, как минимум, сейчас утреннюю гимнастику. Потому что раньше мы куда-то ехали или шли в офис на работу. Да, сейчас этой активности нет. С кровати встали, зубы почистили, и можно уже там сидеть за ноутбуком работать. А как же размяться, а как же подвигаться? То есть, утренняя гимнастика, она обязательно 15-20 минут найти для того, чтобы размять свои суставы, мышцы. Это просто необходимость после сна. Потом это идёт рабочий период. Здесь тоже нужно понимать, что мы не должны забывать о завтраке в режиме дня. У нас также, как и на работе, должен быть час на обед, когда мы полноценно покушаем. Вечером это должна быть после работы проведена тренировка. Или вечером, или в течение дня хотя бы получасовая для того, чтобы привести свой организм в тонус, подвигаться, сжечь калории. И после этого вечерний приём пищи, который также не стоит переносить на позднее время. И если мы находимся дома, у нас и так активность снижена, калории мы тратим меньше. Поэтому я думаю, что в 6 часов мы покушали, и больше к холодильнику подходить не стоит. Павел, какой урон может нанести здоровью малоподвижный образ жизни? Вот как раз-таки тот, который сейчас ведёт основное население. Первое, что я привожу пример, вот легко себе представить, когда человек лежит в больнице, получил какую-то травму, и он находится под наблюдением врачей, не может двигаться. Он длительное время привязан к больничной койке. Первое, что он ощущает после того, как его наконец-то отпускают, то, что он не может двигаться нормально. То есть, ему заново нужно учиться ходить. Почему это происходит? Когда мы не двигаемся, наши мышцы атрофируются. Наш организм создан для того, чтобы обеспечивать… То есть, они просто забывают? Они забывают, они становятся слабее за ненадобностью. Наш организм очень экономный. И он думает, если я не использую свой мышечный корсет, если мне это не нужно, то давай я буду потихонечку от этого избавляться. И он сжигает наши мышцы, они атрофируются и тратит, так сказать, их расщепляет белки до аминокислот, тратит их на энергию, на умственную, на любую другую. Но если мы их не поддерживаем в тонусе, они просто, грубо говоря, у нас потихонечку атрофируются и исчезают. Поэтому обязательно нужно держать свои мышцы в тонусе, иначе вся нагрузка у нас свалится на наши незащищённые суставы, связки и на наш бедный позвоночник. И это приведёт и к проблемам с осанкой, и вообще в целом, к целому ряду проблем. Потом сердце должно работать, мы должны поддерживать сердечно-сосудистую систему, а для этого нужно гонять кровь, для этого нужно двигаться, как минимум ходить. То есть, любой врач, к которому мы обратимся, рекомендует в обязательном порядке ежедневные прогулки. А мы их сейчас лишены, а двигаться нужно. Поэтому берём ноги в руки и путешествуем по своей квартире. Вот есть фитнес-трекеры, различные способы замерить шаги. 10 тысяч мы должны шагов находить хотя бы даже по квартире. Но очень много в соцсетях роликов, когда бегуны, кто сейчас находится дома, не может выходить на улицу, они, в общем-то, так и делают. То есть, они продолжают тренировки, но в условиях квартиры, безусловно, это сложнее. Но, тем не менее, они не теряют своей физической формы. Да. Да тут, наверное, нужно ещё не забывать о проветривании. Проветривание и поберечь соседей ещё нужно. То есть, это нужно делать хотя бы специальные обуви с амортизирующим покрытием. А также о проветривании обязательно. Да, вот любая тренировка домашняя, она должна быть с хорошим вентилированием и кондиционированием, потому что для того, чтобы выполнять физическую нагрузку, мышцам необходим кислород. Так же, как и сердцу. В целом, всему организму без кислорода мы очень долго не проживём. Проживём очень короткий период времени. И углекислый газ в организме задерживаться не должен. Поэтому вот эти силовые тренировки, я рекомендую их проводить не более получаса-сорока минут. Лучше провести 2-3 тренировки короткие в день, чем одну тяжёлую в условиях дефицита кислорода. Потому что у нас ещё есть головной мозг, который питается этим кислородом. И если мы ему не будем додавать, он нам спасибо не скажет. Мы прекрасно понимаем, что не у всех площадь квартир позволяет проводить масштабные тренировки, занятия. Но тем не менее, как вот в условиях обычной среднестатистической квартиры правильно организовать пространство и для работы, и для занятий спортом? Я думаю, что это не проблема даже в небольшой однокомнатной квартире. При желании можно подвигать мебель, поставить её в необходимую... Это, кстати, тоже нагрузка силовая. Это тоже нагрузка, и это тоже какое-то движение. Можно немножечко перестроить свой внутренний интерьер, освободить буквально там полтора на полтора, два на два метра. Я считаю, что расстояние максимум нужно – это рост нашего домашнего спортсмена замерить. И вот ровно такое ему расстояние понадобится – влево, вправо, назад, вперёд. Для того, чтобы выполнять даже какие-то очень активные движения. Я считаю, что везде можно организовать тренировку при желании. Самое важное – это обеспечить себя водичкой и обеспечить проветриваемость помещения. Ну и опять же, делать это грамотно, не перестараться и чувствовать свой организм. А мне ещё кажется, нужно побороть лень. Вот всё-таки, когда ты находишься дома, всё комфортно, ты работаешь, прошёл месяц, подходит к концу уже второй месяц. И ты, ну как бы, в общем-то, всё достаточно комфортно, ты уже привык к малоподвижному образу жизни. Тебе уже даже просто сложно заставить себя утром в обязательном порядке сделать гимнастику. Я уже не говорю о нескольких подходах в день. Вот всё-таки, как побороть лень, как заставить себя двигаться? Это очень частая проблема, связанная даже не только с самым изоляцией. Как себя замотивировать? Вот что должно служить мотивацией? Вот в этом вопросе, мне кажется, здесь без мотивации, вот никуда. К сожалению, мотивация, она имеет временный эффект, какая бы она ни была. Даже самая лучшая, даже самая положительная. Главное, чтобы она подняла на нас сегодня, завтра, послезавтра. С кровати, мы встали, позанимались, через 5 дней нам надоело, и мы перестали. Нас может замотивировать какой-то другой человек, тренер, спортсмен, кто угодно, наш кумир. Он занимается, молодец, мы за ним следим, но рано или поздно он сказал что-то не так, сделал что-то не так. Сегодня он уехал на дачу, мы не обратили на него внимания, и всё, и мотивация пропала. К сожалению, мотивация, она имеет временный эффект, и она у нас как способствующий механизм. Но самый важный механизм, чтобы побороть лень, это не мотивация, а дисциплина. Дисциплину можно выстроить только одним способом, сформировать правильную привычку. А правильную привычку можно сформировать, когда возьмём с вами листок бумаги перед нашим офисом, компьютером домашним, и на листке бумаги распишем свой день, хотя бы примерно. То есть, подъём в 8 утра, зубы почистил, позавтракал, в 9 утра у меня начинается рабочий день, через 3 часа у меня перерыв, я покушал, провёл лёгкую гимнастику 10-15 минут, размял просто суставы, мышцы покрутил руками, ногами. После чего заканчивается рабочий день во столько-то, ужин у меня во столько-то, вечерняя тренировка во столько-то или дневная. Когда у нас перед глазами чётко расписанный график, мы вынуждены его выполнять. А для того, чтобы дополнительно себя замотивировать, можно этот график поставить... На холодильник. На холодильник, повесить его на холодильник перед компьютером, возле кровати, где угодно, расписать его чётко и обязательно ещё об этом кому-то сказать, чтобы проследил муж, жена, мама, папа, бабушка, собака, чтобы следила за вами. Или в соцсети ещё выложить и сказать, вот если вы один день увидите, что я не занимаюсь или нарушил свой тренировочный график или график распорядок своего дня... Пишите мне гневные смайлики. Пишите мне гневные комментарии, да, или я вам вообще 100 рублей буду должен тому, кто заметит, что я сегодня прохалтурил. Вот дополнительная мотивация. Она может быть материальная, может быть страх какого-то порицания, унижения и так далее. Но в любом случае, когда у нас нет чётко сформированного понятия, что мы должны делать, и мы интуитивно пытаемся это сделать, у нас интуитивно, на мотивации мы можем выполнять день, два, неделю, три. Но если мы потеряем вот эту основу, без неё ничего не получится. Рано или поздно всё равно себя пожалеем. Но опять мы приходим к тому, что обязательно должен быть чёткий режим дня. Да, обязательно. Распорядок дня расписанный и где-то, чтобы он был перед глазами. А лучше в двух местах. Лучше даже в туалете его перед собой повесить. Но главное, чтобы он был, и чтобы мы прекрасно понимали, что у нас сейчас по распорядку, что мы должны делать. И это относится не только к самоизоляции, не только к сегодняшнему периоду, а вообще. Нет, просто сегодня это как никогда актуально, безусловно. Мы все прекрасно помним советский период, когда режим – это была неотъемлемая часть нашей жизни. Детей, после того, как они рождались, кормили по режиму и так далее, и так далее. То есть всё было расписано, чётко регламентировано. Сегодня мы немножечко все ушли от этого режима, у каждого свобода действий, каждый делает так, как он хочет. Вот как раз-таки режим самоизоляции снова нас приводит… Ну, кто-то говорит, что это рамки, но с другой стороны он действительно всё раскладывает по полочкам. Это острая необходимость. Это острая необходимость сейчас, потому что люди расслабились, получили какие-то некоторые свободы, и эти свободы не всегда положительно сказываются. И потом, в том числе и на здоровье, в будущем сейчас появилась профессия тайм-менеджер, который занимается помощью в выстраивании графика дня бизнесменов или известных людей. Они разучились распределять, грамотно распределять своё время, хотя умели это делать, без всяких тайм-менеджеров. Так одна из проблем просто, когда люди приходят в тренажёрный зал или к персональному тренеру на первую беседу, и я спрашиваю, в чём причина того, что ты задумался об этом только сейчас, и я тебя не видел 10 лет назад, когда тебе уже нужно было посещать тренажёрный зал, человек говорит, у меня нет времени. Я клянусь, вот если мы возьмём и хотя бы один день этого человека распишем по бумажке, окажется, что у него найдётся уйма свободного времени, куда он мог вставить эту тренировку. У нас есть президент Российской Федерации, я считаю, что это самый занятой человек в стране, и у нас спортивный президент, да, это вот плюс ему, он занимается каждый день фактически. Я смотрел про него передачу, он говорит, что он тренируется, каждый день выделяет на это время, на своё здоровье, потому что он понимает, что это острая необходимость. Если президент крупной страны находит время для того, чтобы позаниматься своим здоровьем, я уверен, что это время есть у каждого. Вот я привожу всегда такой пример, я говорю, ты не можешь быть более занятой, чем лидер государства. Ну, в общем, сегодня, как никогда, здоровье в наших с вами руках и только от каждого из нас зависит, каким оно будет. Да. И с какими потерями или, наоборот, приобретениями мы выйдем из режима самоизоляции? Я вот дам несколько коротких советов, что я думаю вообще по этому поводу. Первое. Вот если перед нами стоит проблема, это вот, как мы уже обсудили, это распределить график дня, расписать его прямо на бумаге. Второе. Это найти... Сейчас в онлайне доступно много тренировок. Я веду тренировки в том числе и в записи, и в прямом эфире. То есть, найти человека, которому вы будете доверять, который специалист в области физической культуры. Он будет и мотивацией для вас, и учителем, который покажет правильные необходимые упражнения, что-то посоветует и так далее. Вот. И у вас уже будет понятие, как и что делать. Вот только вот эти два момента уже позволят чувствовать себя более здоровыми и выйти после этой самоизоляции подтянутыми, красивыми, а не набрав лишние килограммы. Мы призываем всех оставаться активными и не игнорировать занятия спортом, а привлекать к этому всю семью. Так точно. Спасибо, Павел, что сегодня были с нами. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok